МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Администрация города не работает с нами, с изродами. Какие нарушения выявили сотрудники познадзора в одной из библиотек округа? Требуется не менее двух эвакуационных выходов. Почему народные избранники предвидят, что уровень обеспечения пожарной безопасности в округе снизится? Мы в одной машине будем с одним человеком, да, там у нас не дружина, у нас только водитель. И в начале выпуска. В понедельник 2 октября в рамках Всероссийского единого дня оказания бесплатной юридической помощи в России ЗАГС Салькамского округа проведет прием граждан. Салькамцы смогут получить консультации по вопросам регистрации актов гражданского состояния. А именно, какие госпошлины нужно оплачивать при подаче заявлений на расторжение или регистрацию брака? Как оформлять установление отцовства или опекунства? Получить всю необходимую информацию можно как лично в отделении ЗАГСа, так и по телефону. Адрес и необходимый номер для обращений на ваших экранах. И переходим к другим темам. В Пермском крае продолжают фиксировать рост заболеваемости ОРВИ. На сегодняшний день зарегистрировано более 21 тысячи случаев, что выше показателя прошлой недели на 44%. Наибольший прирост заболеваемости отмечается среди взрослого населения. Врачи сообщают, что в этот период стоит добавлять в рацион витамины и тщательнее следить за здоровьем. Например, пройти диспансеризацию. Чтобы пройти обследование, много времени не потребуется. Сдать необходимые анализы, получить направление к специалистам можно за один день. Диспансеризация дает выявление заболеваний на ранних стадиях. То есть, в первую очередь, это сердечно-сосудистые заболевания. А дальше скрининг по онкологии. Люди должны все равно знать, как у них протекают процессы в организме. В этом году диспансеризацию могут пройти с оликамса определенных годов рождения. Полный список на ваших экранах. Напомним, по трудовому кодексу работодатель оплачивает рабочий день, когда вы проходите осмотр в больнице. Ну а записаться на обследование можно в поликлинику как северной, так и южной частей города. Необходимые телефоны сейчас на ваших экранах. Какие машины заступят на службу в пожарное депо на Клистовку? И почему депутаты Соликамской думы предчувствуют, что обеспечение пожарной безопасности в сельской местности ухудшится? Узнайте из нашего сюжета. Срок ввода в эксплуатацию пожарного депо на Клистовке – ноябрь. В администрации округа сообщают, что учреждения оснастят автоцистернами из пожарной части 141, которая базируется в поселке Черное. Процессы курирует Министерство территориальной безопасности Пермского края. А там вопрос министерства предлагает создать ДПК, а пока перекрываться Черное будет до создания ДПК Половодовским. В ходе обмена мнениями звучали вопросы и опасения в том, что если случится большой пожар в населенных пунктах этого направления, помощь своевременно не прибудет. У докладчика на руках документы с решениями, подписями и ответами из министерства. Опираясь на них, он и общался с депутатами. Ответ официальный за подписью министра, что не планируется, я могу плачать. Вы все начинайте. А что мы будем это? Что мы будем? И они нам предлагают создать ДПК. Безусловно, создать ДПК сейчас, как предлагают, у нас в бюджете средств нет. Мы только можем их заложить. Житель Черного добавил важную ремарку, что профессиональное тушение пожаров – забота не муниципалитета и ДПК, то есть добровольных пожарных команд. ДПК – это тоже не панацея. У нас по закону первичные меры пожарной безопасности – это то, что мы должны сделать с вами все, что мы можем сделать до приезда специализированной пожарной охраны. То есть это полномочия, это не органы местного управления. Да, действительно, это полномочия. Это краевые, не наши. И то, что нам министр говорит, что это они не планируют. Мы у них просят, но нам говорят нет. Представитель МЧС подтвердил нам, что переезд пожарных машин из Черного на Клистовку не ухудшит ситуацию с обеспечением пожарной безопасности конкретно этого поселка. Согласно федерального закона 123 технический регламент о требовании пожарной безопасности, время прибытия в сельских населенных пунктах не должно превышать 20 минут. То есть время прибытия от микрорайона Клистовка до поселка Черное не превышает 20-минутного времени прибытия. Ед Половодова не превышает. Там вообще рядом. Однако в вопросах пожарной безопасности, считают депутаты, лучше не допускать снижения боеготовности. Поэтому комиссия по городскому хозяйству решила не снимать с контроля вопрос ввода в эксплуатацию ДП на Клистовке и в октябре вернуться к вопросу сохранения прежнего уровня пожарной безопасности в сельских территориях к востоку от Соликамска. Антон Старостин, Сергей Сюзев, телекомпания Соль-ТВ. Пока в микрорайоне строятся социальные объекты, в северной части города планируют заняться строительством причала. Все подробности знает Олеся Петровичева. Воспитанники Пермской школы-интерната номер 4 развлекаются на пристани в Боровой возле музея-заповедника Соль-Завод, куда приехали на экскурсию. Каким транспортом добрались? У нас отличный автобус. А речной круиз когда появится? В Перми катаетесь по рекам? Да, мы слышали, что уже налаживается. Это наша мечта. Мы поплывем. То есть готовы в принципе в Соликамск доплыть на катере? Готовы? Хотите видеть у нас причал? Причал – это очень важно. Еще бы! Это значит больше экскурсий, больше познавательных программ, больше туристов. И во многом это зависит от появления на этом месте модульного причала возле конторы Соль-Завода. Причал здесь будет, набережная здесь будет. Как только отреставрируют это здание управляющего, обещают. Мы сюда ездим часто, с большим удовольствием, но ждем, когда будет. Конечно, гораздо интереснее на пароходике вспомнить метеоры, ракеты, которые сюда ходили, да и вообще Асоль-то как возили на баржах. Напомним, о преимуществах главной водной артерии региона в части развития туризма говорилось на одном из заседаний правительства Пермского края. Мы принимаем новые меры поддержки муниципалитетов. Это субсидии на развитие печальной инфраструктуры. Мы неоднократно подчеркивали, что КАМА – это одно из конкурентных преимуществ нашего региона в части развития туризма. Я хочу обратить внимание главной территории, особенно те, которые находятся в судоходной части КАМА, на необходимость участия в соответствующем конкурсном отборе. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, сейчас ведется системная работа по созданию необходимой круизной инфраструктуры с вовлечением муниципалитетов при КАМЕ. А реконструкция причалов является частью масштабного проекта по развитию судоходства в регионе. Добавим, модульный причал в Соликамске появится уже в 2024 году. Двух, трех и четырех палубные пассажирские круизные суда пришвартуются к сользаводу, который имеет выход к КАМЕ. А для этого 13 сентября руководство музея-заповедника и Пермской судоверфи заключили договор на разработку проекта, изготовление и монтаж сооружения в акватории Боровской Волошки. Срок выполнения работы по проектированию составляет в рамках договора 60 календарных дней. Мы ожидаем, что в ноябре месяца у нас будет разработанный проект. Ориентировочные сроки – это конец ноября. После этого будут приниматься меры по определению выбора подрядчика непосредственно уже на изготовление, доставку и монтаж модульного причала. Благодаря его появлению планируется увеличить поток туристов в Соликамск на 4000 человек в год. Подрядчик уже обследовал дно. Следующий этап – очистка и углубление дна акватории. Кстати, уже в следующем году Соликамск будет связан речным направлением с Казанью. Власти Татарстана возродят камский маршрут. Рейс будет выполнять судно на подводных крыльях «Метеор». Вместе с соликамцами ждут масштабного обновления любимого города Олеся Петровичева, Сергей Сюзев и вся телекомпания «Соль ТВ». И переходим к другим темам. 8 октября в лесном массиве в микрорайоне Клистовка состоится «Кросс. Испытай себя». Подробнее об этом и не только узнаете из нашего краткого обзора новостей. На здоровье. Борьба с сахарным диабетом. Такой проект разработало правительство России. Он включает в себя пять направлений. От дооснащения оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациентов в регионах, до обучения и повышения квалификации медработников, оказывающих помощь диабетикам. Имя подберут. Федеральная налоговая служба запустила сервис, который поможет подобрать семей ребенку. Программа подбирает имена из базы реальных укальных имен детей, рождение которых зарегистрировано в реестре ЗАГС с 1 сентября 2018 года, сообщает Garant.ru. Всего в базе 5000 имен. Не бензином единым. При Каме участвует в программе развития рынка газомоторного топлива. Она позволяет водителям региона получить государственную субсидию на установку газобаллонного оборудования в автомобиль. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо обратиться в центр, который имеет право предоставлять данные услуги в рамках программы. В регионе действует три таких центра. Два на улице Усольской и один на улице Баумана. Все они расположены в Перми. Поддержка территорий С 1 мая при Камце с помощью Почты России отправили более тысячи посылок в зону СВО. Чаще всего посылки военнослужащим высылали жители Перми, Березняков, Чайковского и Верещагина. Бегут все 8 октября в Соликамске состоится легкоатлетический кросс «Испытай себя». Пробежать дистанцию от 1 до 12 километров могут соликамцы с 9-летнего возраста. Далее прогноз погоды на завтра, после чего мы вернемся и расскажем, кто займется отловом бродячих собак в Соликамске. Не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем. Наконец-то дождались. Примерно так отреагировали все присутствующие на депутатской комиссии на новость от представителя управления благоустройства. В том, что новость хорошая, сейчас убедитесь и вы. Записываем видео в промзоне. За моей спиной, около газовой заправки, вот такие вот собачки разбежались. Ну вот, один из щенков остался. То есть здесь и взрослые особи, и совсем юные псы. Однако ситуация начинает меняться. Нашелся подрядчик, который уже вывез 23 особи с городских улиц и дворов. Подрядчик у нас не местный, он со Саровской области, с Краснофимского района. Он три раза сюда к нам приезжал на территорию. То есть работы были выполнены в полном объеме. С ними есть устная договоренность, чтобы заключить новый контракт на отлов порядка 15-20 особей. Также изъявляет желание у нас здесь местный молодой человек поработать. Он никогда не сталкивался с этим. Он как работал в рамках волонтера, но у него все до этого есть. То есть и техника, и оружие, и снотворные. С местным подрядчиком в планах заключение контракта на отлов 30 животных. У депутатов возник вопрос по первому контракту. В 26 тысяч рублей обходится отлов одной особи. Какие манипуляции с собакой проводятся? Отлов, транспортировка, стерилизация и содержание в приюте 189. У нас с ним договоренность. То есть эти собаки в любом случае здесь не окажутся. Он их будет раздавать своим волонтерам. То есть на территории Соликавской больше никогда не будет. Поэтому напоминаем, что сообщать о стаях или одиночных бродячих животных надо по телефону 23388 или в группе управления благоустройства ВКонтакте. Координаты сейчас на ваших экранах. Антон Старостин, Сергей Сюзев, телекомпания Соль ТВ. И переходим к другим актуальным новостям уходящей недели. Мусор сопровождает человека вне зависимости от того, где он находится. На городской квартире или на садовом участке. Но если в городе проблема с вывозом отходов может быть легко решена, то на даче с этим могут возникнуть проблемы. В непростом вопросе разбиралась наша съемочная группа. В этом году более-менее садоводы стали добросовестнее относиться к этому делу. Что мусорить нельзя. Но все равно кидают, подкидывают мусор. Не знаю, как им объяснять все это дело. Евгений Иванович Кулаков больше 10 лет является председателем садового товарищества «Металлург-2». На его плечах решение любых проблем, которые возникают у собственников дачных участков. Вывоз мусора на данный момент самое главное. С 2013 года существует наша площадка здесь. Но заставляют выносить, потому что она не числится в администрации города. Вот мы со всеми председателями собираемся. И сколько раз уже поднимали этот вопрос, никакого действия. Ни по мусору, ни по дороге, ни почему. Администрация города не работает с нами садоводами. И вот на днях в администрации состоялся брифинг под названием «Вывоз мусора из садоводческих товариществ», где Евгений Иванович и другие представители СНТ округа могли озвучить свои вопросы в надежде получить на них ответы. Как вы делаете расчет? Или стекло, или пленку закидать? Либо куст посадить? Один куст посадил в контейнер, там больше уже ничего не положишь, ни одного мешочка. Как вот это вы рассчитываете? К решению проблемы подключился представитель Пермского регионального оператора по работе с твердыми коммунальными отходами. Зарегистрировать контейнерную площадку. Мы вывозим с контейнерной площадки. Оплачивать можно по нормативу. И вот тут самая главная загвоздка, суть которой озвучила замглавы округа. На территории округа осуществляют свою деятельность 86 садоводческих объединений. И всего лишь только 16 садоводческих товариществ заключили договора на вывоз твердых коммунальных отходов. Напомним, 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон, который обязывает любое садовое товарищество заключить договор с региональным оператором на вывоз твердых коммунальных отходов. За отсутствие такого документа должностные лица должны заплатить штраф от 10 до 30 тысяч рублей, а юридически от 100 до 250 тысяч. Но есть и другая сторона. Когда в 22-м я заключила договор и выполняю все обязательства перед ТОКО, мне сейчас выставляют задолженность за все три года. Как вы, почему не работали с 2019 года? Ответ на вопрос, волнующий председатель СНТ, поступил незамедлительно. Ответственность за заключение договора не лежит на региональном операторе. Ответственность за заключение договора лежит на потребителе. А также на потребителе лежит и создание, и организация, и содержание мест накопления и сбора ТКО. Иначе из-за свалки тоже придется раскошелиться. Гражданам до 2 тысяч, должностным лицам до 30 тысяч, а юридическим аж до 250 тысяч рублей. А главное, ни в коем случае не вывозить самостоятельно мусор. За неправильную утилизацию крупного мусора грозит штраф до 5 тысяч рублей. В зависимости от степени нарушения и того, первичное оно или повторное. А если будет доказан вред окружающей среде, сумма штрафа будет еще выше. Вы же хотите, чтобы у вас во дворах было чисто. Давайте заключать договора. Да это не спасет. По всем вопросам, связанным с заключением договоров и решением проблем с утилизацией мусора с садовых участков, можно обратиться в представительство регионального оператора по обращению с ТКО в Соликамске. Его адрес сейчас вы видите на ваших экранах. Верят в благоприятный исход этой ситуации Олеся Петровичева, Сергей Сюзев и вся телекомпания Соль-ТВ. Над библиотекой в микрорайоне «Красная» сгущаются тучи. В чем проблема? Разбирались депутаты и начальник управления культуры Соликамска. Над библиотекой номер 3 по адресу привокзальная дом 4 навис домоклов меч в виде предписания пожнадзора. Суть в следующем. Помещение библиотеки с массовым пребыванием людей. И согласно классу функционального пожарного назначения, здания и помещения, которые разделены противопожарными отсеками, из данных помещений требуется не менее двух эвакуационных выходов. В данном помещении имеется только один эвакуационный выход. Необходимо второй эвакуационный выход. Причем срок исполнения был в июле. В сентябре в помещении никаких видимых перемен. А начальник управления культуры докладывает депутатам, что удалось договориться о переносе срока выполнения условий предписания и найти компанию для составления проектно-сметной документации на строительные работы. У нас сейчас два пути решения. Либо мы это здание ремонтируем, реконструируем под наши потребности, получая согласие всех жильцов жилого дома. Либо в микрорайоне Красный мы находим аналогичные помещения и из здания библиотеки переводим. Мы тоже параллельно работаем над этим вопросом, но пока из тех вариантов, которые мы рассматривали, ничего более-менее подходящего мы всегда не определили. Поэтому библиотека пока работает в прежнем режиме и с прежним уровнем пожарной безопасности с ограничением числа допускаемых посетителей. Скажите, пожалуйста, какая сумма там нужна на ремонт, на пожарную сигнализацию? Мы же на все смотрим с точки зрения экономической, понимая, что финансирования нет. Деньги в бюджете пока нашлись только на составление ПСД по эвакуационному выходу. В какую сумму обойдутся сами работы, станет ясно, когда будет готова смета. Найдется ли финансирование на монтажные работы – следующий острый вопрос. Депутаты опасаются, что большая территория может лишиться важного учреждения сферы культуры. Потому что на Красном вообще с такими вещами очень большая проблема, некуда людям сходить. Желательно сохранить или перенести помещение рядом где-то поблизости. Выход – это просто окно порубить. Внешний вид не нравится, что внешний вид используется удобно. Потому что там нет нигде входов, только окна один. Надо согласовывать с архитектурой. Просто надо идти, двигать эти вопросы. Я не думаю, что там будет большая проблема. В итоге депутатская комиссия решила не снимать вопрос с контроля и в ноябре узнать, какие есть подвижки по этой ситуации. Антон Старостин, Павел Двинянинов, телекомпания «Соль-ТВ». Вот такой запомнится нам уходящая неделя сразу после. Смотрите ЧП «Соль-Камск» с Антоном Старостином. Среди прочего он расскажет, как мошенники выудили у одной из жительниц Соль-Камска более 1 миллиона рублей. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok